всем привет с вами пандос не узнали это я просто очень устал попросил искусственный интеллект вместо меня начать ролик вот насколько же ненадежные геймпады на playstation 5 ну только посмотрите в этом году у меня пострадало около пяти геймпадов три из них по моей вине два из них просто начали там люфтить тики начали моросить и я принял волевое решение куплюсь киберспортивный геймпад за 25 тысяч рублей да кто-то скажет что это сумасшествие покупать геймпад за полцены плойки и в принципе я буду с вами солидарен сегодня мы его протестируем выскажу свои первые впечатления и залетим самый первый драфт фифа 24 но и в конце по традиции открою для вас самый большой пак в магазине приятного просмотра ну и конечно же хочется выразить огромный респект моим спонсорам из компании пари который поддерживает каждый мой видеоролик у них на сайте можете найти множество спортивных дисциплин и самые вкуснейшие коэффициенты у них есть удобнейшее мобильное приложение оси вы еще пройдете верификацию до конца то получишь шикарный бонус касать прибыль все это добро закрепленном комментарии а если вам нужна новая и и все либо фифа point и подписчики все это добро вы можете найти у меня на личном сайте ссылочка будет в описании так давайте же распакуем сие чудо и посмотрим что он из себя представляет нас встречает вот такой симпатичный чехольчик так ну выглядит он вот таким вот образом не сказать что есть какое-то невероятное ощущение того что я держу геймпад за 25000 он тяжелей а вот и фишка данного геймпада это сменные стики всякие лепестки сзади не знаю насколько это все нужно будет конкретно фифе собственно вот я вставил эти лепестки и на нажатие данных кнопок вы можете назначить какую-то комбинацию вроде как что-то подобное я уже покупал на иксбоксе очень давно так вот собственно функции которые доступны на этом геймпаде запомнили можно менять значение кнопок задать диапазон входного сигнала все это звучит интересно но опять же я не знаю на кой хер мне это все нужно я играю фифу по большей части все эти приколюхи нужны для шутер очков как мне кажется можно поменять чувствительность стика короче этом кип настройщики применил что-то плавнее сделал понятное дело что процессе одного видеоролика сложно будет понять насколько крутой это аксессуар я думаю через пару недель я свой точный вердикт скажу касаемо этого геймпада ну и давайте для теста данного геймпада я выберу режим который я ненавижу всей душой это драфты ни одного драфта не было записано в этой части фифа будет самым первым и возможно самым последним кто у нас будет капитаном блять как на подбор говнари ну венисиуса беру так а качественные форварды у нас будут о вот это уже другой разговор ребята беру эусебио там конечно был кантана можно было бы его взять но эусебио как-то мне ближе нихрена сидеть карты чо за драфт гули то берем так берем вальверде бон мать и но тут в целом похер как то эрнандес тут говнари вот это цзшники ребята ух не ну это фантастическая просто пара цзшников у меня вы посмотрите ничего лучше мне не дали ну на воротах давайте зидана никакой тематики его этого драфта нет как вы понимаете это мой самый первый драфт и я просто беру самые качественные карточки так минди так хочу фринпонга так сашка головин на замену возьмем так билингем 89 футрена форварда ой еще и жена ля упал какой стильный тренер не похер подходит он под сыгранность или нет но я его хочу взять так ну чё поехали таким вот сквадиком за тестим чо из себя представляет гулит эусебио и жена ля в атаке выглядит это интересно я чувствую что вот с этими лепестками мне прям некомфортно но у этого парня защитой намного все лучше ван дайк мальдини ким пембо кровь гулит а сейчас всем до топовые карты падают я понимаю короче я немножко поменял левый стик теперь игроки двигаются немножко плавнее как я понимаю короче ребята не нахер эти лепестки они мне нахрен не нужны супер неудобно так билингол на же 0 же 0 на дриблинге r1 на гулита гулит оп на иусебио и усебио забивает 1 0 надо вибратор отключить в геймпаде то он мне все руки зажужжал уже ой хорошо же 0 как ушел как ушел как забил так главное не подпускать соперника к моей защите там все очень печально так же 0 же 0 шведой на нахуй 30 а как этот финн делать ребята покажите ой блять нет ух нихуясь нихуясь и так соперник отмечу вскрывал он так играть умеет это офсайт братан а это не офсайт они офсайт соперник наигрался ребята но это было разминчено и ладно по первым ощущением есть отличие от сика он двигается 10 на плавнее двигаться на левом стике приятнее базару 0 но стоит ли это 25 тысяч вопрос хороших руках опять же он лежит чуть тяжелее чем обычный так сейчас оставьте гляну и соберу на лдинь ага понятно ой 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 а у меня тут защитник говнать блять о господи на так ну ладно мы не сдаемся естественно 1 0 это не приговор как вы знаете так вот хороший момент чтобы ничейка гулит хорош дядя гулит хочу эту карточку себе ну яшники можно сказать услышали меня и выкатили карточку гулита в сбче за 27 миллион еще плюсом этого геймпада можно назвать то что скорее всего я его бить не буду ни в коем случае сами понимаете 25 штук на дороге не валяются поэтому это как минимум психологическая защита для геймпада гулит да сучи а по отскоки прекрасные отскоки такой я люблю спасибо фаза подарочек но все-таки новый год скоро собственно фифа делает подарочек мне уже ой ой опасно держать держать пожалуйста пожалуйста ахмедович нет нет да блять нет да сучи игра блин сколько раз отобрать нужно этот мяч так ну все блять мне разозлил на опа мне тоже отскочила мне тоже отскочила мне тоже отскочила хорошо оба оба а что с ебалом что с менять соперник даже заставил немножко по бомбить ебать вот это состав кантана роналдиню будет зидан туре ван тайк и здесь есть этот чел умеет играть мне хана нет нет защита больно ахмедович бежит об пас и жена ля для чё за удар опа это пенальти хорош блять так и у себя на гулита и гулит на из ребята 21 блять ну вот что это но отобрал же мяч но отобрал же какого хуя к нему отскакивает этот блядский мяч ебал в рот эту игру блять как у меня горит очко гулит на юсебу но тут ебучий ванде джекей а ладно похуй да сучка так попытка войти в штрафную попытка прострелить чаще один проход и на нахуй блять что за ну-ка гулит да ебучий арнатенас кто на воротах у него стоит блять все нахуй тащи бейся да ты игру бля ну я же не могу такой матч отдать ребятам не могу же но я конечно могу но не хотелось бы честно но я прям намного сильнее соперника на хорошо бля так я может делаю глупость но нужно сэйвить счет поэтому гулит идет на цзэшника ребята я даже не знаю что сказать я расстроен классика просто ебаная классика блять весь матч ебешь соперника один удар на последних минутах это гол ну чё играем допы бля еще зеленый тф бьет я вахуй блять как футро накрутил ребята как он накрутил как он накрутил блять как он накрутил блять что за матч бля стрессов 44 леонид мессевич так ну по статистике его переигрываю на 5 и 5 xg 11 ударов внутри xg и 8 ударов ему ему достаточно просто ударить по моим воротам просто бля как-нибудь на этом ебаном r1 дриблинг идти ударит по воротам он блять зеленый тф бить что я сделаю я не умею в зеленый тф бить ну а вот а это вот мои удары блять у него голки пертащит это сейчас файна сам ударит и забьет но это уже все видел блять пошел ты нахуй ну чё гага ребята увы что по геймпаду можно в целом сказать лежит в руке приятно по поводу стика не могу пока что дать точного ясного ответа стоит ли это того но в целом игроки как будто бы плавнее двигаются попользуюсь им какое-то время и потом дам свой вердикт так ну чё друзья настало время растопить лед 70 игроков 83 выше 587 и выше тут нужна плашка так ну чё 16 дубликатов имеем различного рейтинга информик едем дальше так куча 83 куча еще 83 84 пошли так ну и финальные карточки неужели я снова не увижу спешилку из нового промо да я не увижу ребята это пиздец у меня его раз нет словно вы посмотрите ни одной спешилки из нового промо даже самой пищевской но это пиздец согласитесь мне когда перестану скамиться на это дерьмо это пиздец